Всем привет! Сегодня расскажу вам за Injection Point. Смотрите, иногда бывает такая необходимость получить информацию о том, куда мы заинжектили какой-то параметр. То есть у нас может быть там какой-то Inject, здесь какой-нибудь класс, там Car или что-то в этом духе. И нам в самом классе Car нужно узнать, где именно произошел этот Inject. Ну, самый простой пример, представьте, у вас есть логер. Обычно мы логер создаем вот таким вот образом. Logger, logger равно, logger, getLogger. И сюда нам мы обычно указываем какой-то конкретный класс. То есть как-то так. Мы создаем обычно логеры и дальше мы их используем. То есть мы берем логер. И вот так вот мы обычно все логируем, да, какие-то сообщения записываем. Но представьте, этот логер, это наш какой-то класс. И мы хотим получать информацию о том, где вот он в каком классе был использован и в каком классе он логируется. Вот. Как это сделать? То есть мы можем, в принципе, отойти от этого всего и создать свой какой-то логер. Что-то в этом духе. Здесь мы добавим продюсера. И какой-нибудь паблик метод. Как я там делал? Да. Логер. Логер, нет. Логер. Собственно говоря, у нас есть продюсер для всего этого дела. Но у нас есть еще, мы можем сюда передать такой Injection Point. Injection Point. Вот такую вот вещь, которая позволяет иметь, получать информацию о том, где было вызвано это. То есть мы, в принципе, можем это вот заменить таким вот образом. То есть, логер, get, ой, что-то не так сделал. Return Longer Injection Point. И вот как раз Injection Point нам позволяет получать разную информацию. там, getType, isDeclared, isTransient, то есть различную информацию, там, обине и так далее. В мембрах, там, getType, toString, там, что-то в этом духе. Ну, я здесь вот таким вот образом делал. Injection Point, getMember, declared class и getName. И, в принципе, все. Мы можем заинжектить наш этот логер. То есть мы делаем следующим образом. Inject, логер, логер. И это было бы то же самое, если бы мы сделали вот таким вот образом. Плюс, вы можете получать абсолютно любую информацию из этого Injection Point. То есть, об всех его аннотациях. О всех его членах. То есть, ну, мембар. Это мембар, ну, если не в курсе, посмотреть мой урок. По поводу рефлекшена. Вот, getType, все квалифайеры его и так далее. То есть, любую информацию мы, в принципе, можем получить о том, где используется. То есть, если этот логер инжектается в каком-то другом методе или вызывается в каком-то другом методе, мы, в принципе, можем получить вот эту вот информацию. Вот. Вот для этого нам и нужны Injection Point. Мы можем выгребать информацию о том, где у нас был соответствующий класс заинжектан и как-то ее использовать. Вот. Ну, на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, это можно раскомментировать. И все. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok